вот так вот мы отсоединили хвостовую часть способом было две гайки накручены тем самым зажато прижатый хвостовик был дальше смотрим уже видим сама камера в которой хранится суббой припас ну и теперь будем пытаться дальше здесь у нас встретились еще гаечки ну как говорится боже помогай по идее сейчас две гайки скрутим можно будет снять крышку и безопасно получается вынуть все вот эти вот шарики весом по 500 грамм но мы максимально на это надеемся да вот так высыпаются аккуратно как было и написано что они аккуратно при сборке данной бомб они не укладываются они просто насыпаются туда произвольно поэтому есть допустимая плюс-минус там пять штук сколько их сюда влазит честно говоря цифру не помню точно ну там что-то в районе 400 штук вот пока они в бомбе скажем так в кассете и не упали не произвели полет скажем так да и раскрутились они инертны то есть они не взорвутся они не заведены не на боевом взводе при высвобождении из кассеты вот эти шарики начинают с помощью этих бороздочек раскручиваться скажи что раскрытие происходит не менее чем на 300 метров для начала я им нужно около 300 метров для того чтобы высвободилась сначала вот первые предохранитель затем идет второе предохранитель который уже внутри который ставит его уже на боевой взвод внутри там идет у нас национальный ударный детонатор который при ударе об землю уже срабатывает и срабатывает сам взрыв происходит данной данной бомбочки 311 если не ошибаюсь здесь поражающих элементов в виде шариков как подшипники маленькие вот площадь поражения 500 метров на 600 метров кругом как бублика вложить страшная вещь видео смотрел кошмар все волшебнику привет